Сегодня я расскажу вам одну историю. Истории могут повлиять на нашу жизнь. Подумайте, ведь Евангелие — это тоже история, которая была нам рассказана. Поднимите руки те, чья жизнь полностью изменилась и стала совершенно другой благодаря Евангелию Иисуса Христа. Как видите, у истории есть своя сила. Даже огромная, я бы сказал, сила. Но не стесняйтесь. Сегодня Господь даровал мне историю, которую я повторю для вас, хотя она и записана в Писании. Если у нас есть уши, чтобы слышать, мы обязательно услышим то, что Бог хочет нам сказать. Ведь мы можем совершить ошибку, сказав, «Я уже слышал эту историю и знаю, о чем она». Если вы будете так думать, вы не узнаете, что Бог желает вам сказать прямо сейчас. Это очень известная история. Если мы сейчас откроем сердце, глаза и уши, мы узнаем нечто, что в буквальном смысле пошатнет наш мир. Это покажет нам новый способ жить. Это огромная, просто колоссальная истина, которую даровал нам Бог. Мы много раз читали эту историю. Мы не сознавали этого, но видели, что вокруг происходят перемены. Многие люди ищут знания. Но многие ли ищут перемен? Но я говорю вам, вы найдете новый способ жить. Мы найдем новый способ действовать. Это уже пошатнуло мой мир. Приготовьтесь, это пошатнет и ваш мир. Итак, если готовы, сегодня я не раздал вам вспомогательных материалов, хотя они у нас и есть. Я решил сегодня их не раздавать. Я сделал так, потому что сегодня мы прочтем одну очень известную историю. Готовы? Тогда давайте открывать Евангелие от Луки, 10 главу. Там сказано так. И вот один законник встал и, искушая его, он начал искушать самого Иисуса. Мне кажется, если бы мы начали искушать Иисуса, он бы устоял. Каждый раз, когда мы это делаем, он никогда не искушается. А этот законник сказал при этом, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Это очень хороший и резонный вопрос. Что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? И вот что ответил ему Иисус. В законе что написано? Как читаешь? Как вы это читаете? Законник в те времена — это не одно и то же, что законник сегодня. Сегодня законниками мы называем юристов. Они помогают нам разобраться с законами. Они делают много замечательных вещей. Они помогают при усыновлении, могут помочь вам усыновить ребенка. Если у вас проблемы в отношениях, они тоже могут вам помочь. Они знают законы нашей страны, общаются с судьями. Но законники в Библии были экспертами по другому закону. Тогда законом были первые пять книг Библии. Тогда законом были они. А законники помогали людям разобраться в этом законе. К ним приходили и говорили, «Животные моего соседа забежали ко мне в огород и уничтожили мой урожай». Я сказал ему, «Возмести мне убытки», но сосед мне сказал, что ничего не будет возмещаться. И тогда законники доставали пять первых книг Библии, начинали в них рыться и находили там, что говорил по этому поводу закон. А потом говорили пришедшим к ним людям истину. Сегодня законники ориентируются на мнение толпы. А в те времена они ориентировались на то, что сказал Бог. Законник был довольно умным человеком. Он знал Писание вдоль и поперек. Иисус сказал, «Как читаешь?» Поэтому очень важно понять, как вы читаете Библию. Я очень часто говорю людям, что у меня трудная работа. Быть проповедником очень трудно. Нам приходится проповедовать всем вам, а у вас может быть свое мнение по поводу того, что написано в Библии. Знаете, как трудно найти хотя бы двух человек, согласных с тем, что сказано в Библии. Вот почему многие проповедники ничего не говорят. Они говорят только в общем и целом. Они знают, что если они будут акцентуировать на чем-то внимание, то люди на них разозлятся. Но важно понимать, как именно вы читаете Библию. От того, как вы ее читаете, зависит, как вы ее понимаете и как вы живете. Все мы должны знать, как мы это видим. Сегодня я процитирую вам несколько стихов, на которые указал мне Бог, но вы должны сами это увидеть. Итак, как мы читаем Библию? Господь предложил нам подумать о жизни вечной. Как нам обрести вечную жизнь? Этот законник сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Мы прекрасно знаем эти слова. Иисус сказал две эти великие заповеди в Новом Завете. Но у законника не было такой привилегии. Они не были новыми для него. Они уже были в Писании. Это заповеди из первых пяти книг Библии. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, и ближнего твоего, как самого себя». Эти заповеди уже существовали. Этот законник много лет изучал Библию и вдруг наткнулся на эти строки и осознал, что это и есть суть всей Библии. Он осознал, что если любить Господа Бога всем сердцем, всей крепостью и всем разумением, то вы будете соблюдать уже четыре заповеди из десяти, потому что первые четыре заповеди связаны с нашим Небесным Отцом и нашим отношением к Нему. Если же вы будете любить ваших близких, как самих себя, вы будете соблюдать оставшиеся шесть заповедей, потому что в них говорится о том, как мы должны относиться друг к другу. Этот человек был законником. Он прекрасно знал Писание, поэтому смог соединить два этих стиха и ответить на величайший вопрос человечества. Он был очень умным. Но послушайте, что ответил ему Иисус. «Правильно ты отвечал. Так поступай и будешь жить». Этого законника внезапно осенило. Он долго изучал Библию и, наконец, смог ответить на этот вопрос. Он понял, что постиг истину. Он сказал, «Спасибо, учитель». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» Вот что я понял о христианстве. Буду сегодня честен с вами, ребята. Обычно-то я не честен. Вот сегодня я буду честен. Вот что я понял о христианстве. Мы приходим к правильным умозаключениям об учении Бога, но почему-то находим в себе оправдание не следовать им. Этот законник сказал, «Хорошо, но кто мой ближний?» Он хотел найти для себя оправдание. Мы приходим к этим великим умозаключениям, которые были нам даны, чтобы мы жили по ним. Но вместо этого мы изучаем греческие и еврейские тексты, ищем ответы в книге «Левит», изучаем по 10 лет Библию и пишем по 5-6 книг, чтобы понять, как нам найти себе оправдание. Так что буду честен с вами, ребята. Будучи много лет пастором и человеческим существом, я знаю, что люди читают Библию, чтобы найти себе оправдание, и чтобы после этого Бог к ним хорошо относился. Мы читаем Библию, чтобы чего-то избежать, вместо того, чтобы познать Божье сердце. Если вы ищете в Библии оправданий, то вы читаете ее зря. Потому что вам не оправдать себя. Вам себя не оправдать. Но вы говорите мне, «Нет, я читаю Писание, чтобы знать Божье сердце». Но важны не только слова Писания, но и заключенный в них Дух. Эти слова написал сам Отец. Это Спаситель, который стал для нас примером. Но почему и как были написаны эти слова, и как нам совместить их с жизнью? Надеюсь, вам еще интересно. Сейчас мы перейдем к нашей истории. И мне кажется, что такая же история происходит сегодня в церкви. Мне кажется, церковный мир пришел к хорошему заключению по многим вещам. Но мы продолжаем оправдывать себя. Вы помните, да, что все связано с любовью? Все связано с вечной жизнью. Все связано с основами всего. А сейчас та самая история. Я думаю, что все ее знают. Но давайте все-таки прочтем ее. Очень серьезная ситуация описана здесь. Человек шел из Иерусалима в Иерихон, а это почти 20 миль пути. Это где-то 19-20 миль пути, и дорога идет в горы. На это Иисус сказал. Внимание. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его, и ушли, оставив его едва живым». Итак, Иерусалим находится там же, где и храм. Этот человек шел в Иерихон, и тут на него напали разбойники. И вот он лежит на земле раненый. Ему больно. Ему нужна помощь. И вот что происходит дальше. В этой истории появляется еще один персонаж. Дальше говорится вот что. «По случаю, один священник шел тою дорогу». Итак, той дорогой шел священник. Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу вам кое-что рассказать про священников того времени. Так вот, левиты тоже были священниками. В той истории присутствуют священник и левит. Но почему одного называют священник, а другого левит? Потому что священник в те времена был членом царской семьи. У него был доступ в святое место. Первосвященник мог войти в святое святых. Он служил у алтаря. Он воскладывал жертву на алтарь. Он распоряжался хлебами предложения. Он следил, чтобы в миноре было масло. Он был священником высшего уровня. Этот священник был подобен сегодняшнему старшему пастору. Люди видели в нем лидера. Он был ключевым человеком в церкви. Вот каким был этот священник. Он шел из Иерусалима и направлялся в Иерихон. В Иерусалиме был храм. Этот священник шел в Иерихон и случайно проходил мимо, где лежал этот раненый человек, но, увидев его, он прошел мимо. «Я ненадолго остановлюсь здесь». Слушайте меня внимательно. Это очень важно, хотя я знаю, что вы знаете эту историю. В этих строках Бог желает нам кое-что показать. Итак, представьте, что я священник из Иерусалима. Я иду с богослужения. Я иду из храма. Я иду из места, где ощущается божественное пребывание. Вы прекрасно знаете, как это бывает. И вот я иду в Иерихон. Я живу в Иерихоне и направляюсь туда. И тут по случаю, то есть внезапно, я вижу этого человека. Этот священник не устремил взгляд вдаль и увидел там человека. Этот человек лежал прямо перед ним. Этот человек был частью его жизни в его пути в тот момент времени. И священник должен был решить, что делать. Он шел из храма Божьего, где ощущалось божественное пребывание. Он учил там людей Божьим вещам. Он воодушевлял других вести праведную жизнь. И вот перед ним раненый человек. Этому человеку больно. Но священник решает перейти на другую сторону дороги и пройти мимо. И просто идет далее. Почему же он так поступает? Почему этот священник прошел мимо нуждавшегося в помощи? Возможно, он думает, мне и так уже изорвали мантию во время службы. Я только что служил Богу в церкви. Там было много людей. Я уделил им свое время. Я спел им песню. Я поучил их. Я достаточно послужил Богу. Я уже принес свою жертву. Я полтора часа служил в церкви и теперь просто хочу домой. Возможно, он подумал, что в тот день он уже достаточно сделал для Бога. Вот почему он пошел дальше. А может, он просто не хотел запачкаться. Да не хочу я пачкать свои руки. Не хочу я испачкаться. А может, он решил, что его хата с краю, и это не его дело. Может, он подумал, я сейчас так замечательно выгляжу. Зачем мне помогать этому человеку? Ведь тогда я испачкаю свое прекрасное одеяние в крови. «Зачем мне нужны чужие проблемы, когда у меня и своих достаточно? Зачем мне нужны лишние проблемы? Ведь стены святилища все равно будут меня хранить? Мне жалко этого парня. Но у меня-то все хорошо». Почему он просто продолжил идти? Почему он прошел мимо? Возможно, он просто не осознавал, что истинная церковь, где вы учите и растете в вере, где вы здоровы и защищены, находится на всем вашем пути служения Богу. Он думал, что его служение находится только в Доме Божьем и у него дома. Он не понимал, что наше величайшее служение происходит на пути между этими двумя домами. Но это еще не вся история. Дальше там сказано. Так же и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Как интересно. Левит — это некто вроде наших пасторов, таких как пастор Джой или пастор Пит. То есть это священник, потому что все мы Левит. Наш первый священник — это Иисус, а мы все братья и сестры во Христе. Я говорю вам это, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Итак, старший пастор только что прошел мимо этого несчастного, и вот идет Левит. Он видит, что старший пастор проходит мимо и следует его примеру. Он просто идет дальше и делает то же самое, что и старший пастор. Возможно, старший пастор думает, «Куда же я одену Библию? Я так хорошо одет». Я не знаю, почему он так делает, но он проходит мимо, и его поступок заставляет другого человека последовать его примеру. Возможно, этот Левит, посещая церковь, стал очень эгоистичным человеком. Возможно, он был очень эгоистичным. Он считал, что все вертится вокруг него, его жизни и его мира, и просто позабыл об окружающем его мире. Возможно, этому его научили прямо в церкви, но он тоже прошел мимо этого человека. Он оставил его. Вы знаете, что просто разбивает мне сердце. Посмотрите на меня. Я тоже раньше был таким же священником. Точно таким же священником, как и этот Левит. Он просто оставил его. Когда Бог посылал ко мне кого-то, кто нуждался в помощи, я тоже не помогал им. Тогда я был совсем молодым. Возможно, это брак, который рушится, но который можно спасти. Или мать-одиночка, которой нужна помощь. Или это наркозависимые люди, которых надо взять под крыло. Следует подойти к ним и сказать, «Я помогу вам». Это может быть и какой-то бедняк, которому ночью негде спать, и у него нет теплой одежды. Это может быть человек, сидящий в тюрьме. Это может быть человек с какой-то болезнью. Знаете, что больше всего меня трогает в этой истории? То, что эта история относится и к моей жизни так же. Она относится ко всем нам. И сейчас я хочу задать вам один очень серьезный вопрос. Кто из вас повел себя когда-то в жизни так, как повели себя эти священник и левит? Поднимите руки. Поднимите. Давайте. Не лгите. Просто поднимите руки. Я был таким же. Я не могу осуждать священника и левита, потому что я был таким же, как они. Но я устал так жить. Я перестал так жить. Больше я так не живу. Послушайте. Сколько времени вы еще будете изучать Библию прежде, чем начнете кому-то помогать? Знаете, что я понял? Я осознал, что церковь всегда очень занята. Она делает то. Она делает это. Но знаете, почему мы постоянно заняты всем этим? Потому что мы не стремимся помогать людям. Все очень просто. Я не говорю, что вам пора изменить свой путь. Я говорю о людях, которые встречаются вам на этом пути. Я говорю о ваших соседях. Я говорю о женщине, на которой вы случайно натыкаетесь в магазине и с первого взгляда понимаете, что она сломлена, а ее жизнь разваливается на куски. По продуктам, которые она покупает, вы видите, что у нее плохо с деньгами. Вы это видите. Вы смотрите на нее и видите, что ее жизнь не такая, как должна была быть. Что вы будете делать в таком случае? Пойдете дальше или положите корзинку для покупок назад, подойдете к ней и спросите, могу ли я вам чем-либо помочь, мэм? Может быть, я оплачу вашу покупку? Хотите, обменяемся номерами? Или пойдемте где-нибудь попьем кофе и поговорим? Я постоянно вижу людей, которые жаждут изучать Библию. Я сам обожаю изучать Библию. Но сколько книг нам нужно еще прочитать? Сколько времени мы еще будем изучать Библию? Сколько раз нам нужно ее прочесть, чтобы понять, что нужно остановиться, а не переходить на другую сторону дороги? Нужно остановиться и просто помочь? Мне интересно, а сколько еще вы будете все это читать? Нам не нужно изучать Библию. Возможно, вы сейчас возмутитесь, как же так, пастор Марк? Да, Библия питает нас, но послушайте меня. Люди приходят в церковь, чтобы найти благоприятную среду для того, чтобы осуществлять Божие деяния. Но истинные деяния мы осуществляем на нашем жизненном пути. И знаете, что я вам скажу? Все это организую не я. Все это организует Дух Божий. Давайте. Громче. Позвольте задать вам один вопрос. Послушайте, этот человек лежит весь раненый. Ему очень больно. Вы думаете, ему хочется слушать проповеди священника? Вы думаете, ему хочется, чтобы левит стал частью его жизни? Вы что, так на самом деле думаете? Но нет же. Знаете, почему церковь потеряла свой вес и позиции? Потому что благовествования стали слишком эгоцентричными. Мы все стали переходить на другую сторону дороги. И эта проблема касается пастыров. Мы учим на своих примерах. Но это ведет к авариям. Но в нашей истории есть еще один персонаж. Самаринин же. Скажите, Самаринин. Сейчас это слово звучит для нас очень мило. Так же, как и крест. Но на кресте пролилась кровь. Это было орудие смерти. В те времена евреи жутко ненавидели Самарин. Вспомните эту историю. Иисус рассказывает еврейскому законнику и еврейскому народу. Самарине были полукровками. Сейчас приведу вам одно соответствие. Если бы у родителей, один из которых был коренным американцем, а другой белым, в 18 веке родился ребенок, он бы считался полукровкой. К нему бы относились хуже, чем к животному. Самарине считались не таким великим народом, как евреи. Этот законник спросил, кто мой ближний. И Иисус рассказал ему притчу, где ближним был человек, которого он не любит. Он показал нам, как надо себя вести. Он показал нам, как нужно жить. Мы были призваны думать не о себе. Мы были призваны думать и о тех, кто нас окружает. Самаринин же некто, проезжая, нашел на него. Он шел той же дорогой и, увидев его, сжалился. Священнику и левиту было жалко этого человека. Священнику и левиту было жаль его. Наверное, они сказали, «Помоги ему, Господи, благослови его». Но они пошли дальше. Самаринин же сжалился. Он проявил сострадание. Он не мог просто пройти мимо. Вы не можете просто пройти мимо, когда видите, что надо что-то сделать. Если вы видите наркозависимого человека, нельзя просто пройти мимо. Нельзя промолчать. Жизнь дается вам не только для вас самих. Вы должны помогать другим. Именно сострадание заставляет нас действовать. О чем мы говорим? А говорим мы о любви. Мы говорим о любви к Богу. Проблема в том, что те священники и левит любили Бога, но им не хватало любви к людям. Мы поем Богу. Мы восхваляем Бога. И это правильно. Но кем бы вы хотели быть в этой истории? Самаринином или быть как священник и левит? Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!